Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День города в студии Оксаны Тебенихина. О событиях Рязани вам расскажут наши журналисты. Небольшой анонс этого выпуска. Областная дума приняла проект закона об областном бюджете на следующий год. Свой четвертьвековой юбилей отмечает пенсионная система Российской Федерации. Полицейские в предновогодние дни усиливают контроль за соблюдением законодательства о реализации алкогольной продукции. На очередном заседании областной думы депутаты приняли проект закона об областном бюджете на 2016 год. Напомним, бюджет впервые за многие годы принят лишь на один год. Известно также, что он будет бездефицитным. Иван Крестьянинов расскажет о работе регионального парламента более подробно. 17 декабря Рязанская областная дума приняла закон об областном бюджете на 2016 год. По сравнению с первым чтением в документ внесли одну существенную поправку. Предусмотрели 2,5 миллиона рублей на индексацию регионального материнского капитала. Средства изыскали за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга. И это программа на третьего и последующих детей. И надо отметить, что ежегодно у нас увеличивается количество рожденных детей. И это очень радует. То есть такая положительная тенденция у нас в области отмечается. Отметим, что бюджет впервые в истории региона будет бездефицитным. Доходы и расходы составят около 40,5 миллиардов рублей. В главном финансовом документе региона на 2016 год также предусмотрены более 7 миллиардов рублей дотаций федерального уровня. В течение года эта сумма должна увеличиться. Предел госдолга на конец следующего года установили на отметке 27 миллиардов рублей. В этом году область впервые за пять лет приняла однолетний бюджет вместо трехлетнего. Вы совершенно правильно заметили, голосование было единогласным. Потому что заседание фракции, предварительная работа, взаимодействие с правительством, публичное слушание – все это привело к нашему сегодняшнему итогу, к положительному. В ходе заседания было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%, наиболее важные из которых определены указами президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерны замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней. Четверть века отмечает один из важнейших социальных институтов страны – современная пенсионная система России. На протяжении этого времени она постоянно менялась, приводилась в соответствии с экономическими реалиями. Сегодня Пенсионный фонд России отвечает не только за выплату пенсии действующим пенсионерам, но и обеспечивает права пенсионеров будущих. Юбилей Пенсионного фонда прошел в музыкальном театре. В начале торжественной церемонии гостям праздника рассказали, как и когда появился Пенсионный фонд и как развивалась его работа. Был образован он 22 декабря в 1990 году. Сейчас в Рязанской области уже 386 тысяч граждан получают пенсию, что составляет 34% от общего населения региона. 265 тысяч федеральных льготников получают социальные выплаты. Свою юбилейку встречаем как одна из крупнейших социальных структур в стране и показания государственных услуг в области социального обеспечения, сотрудники которой ежедневно работают над тем, чтобы пенсионная система функционировала стабильно и надежно. Сегодня Пенсионный фонд работает как единый отлаженный механизм. Попасть на прием можно по предварительной записи по интернету. Также можно заказать документы на определенную дату. Этот сервис достаточно востребован. А за этот год им воспользовались более 4500 рязанцев. Так что работа с населением идет полным ходом, а обслуживание граждан становится лучше с каждым годом. 25 лет – это не много и не мало для того, чтобы добиться таких успехов. Поздравил Пенсионный фонд с юбилеем и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Действительно, Пенсионный фонд – это наше все, потому что каждый из нас с ним связан. Все мы одна большая семья и не отрывны друг от друга. Так устроила федерация, так устроил закон. Поэтому сегодня это наш большой семейный праздник. Поэтому всех с днем рождения, с 25-ти лет. Известный герой мультфильма «Почтальон Печкин» говорил, что на пенсии жизнь только начинается. «Я желаю, чтобы у всех рязанцев, уходящих на заслуженный отдых, это было именно так», – сказал Андрей Кашаев. По традиции на празднике поздравили специалистов, сотрудников, которые трудятся в пенсионном фонде. Отметили передовиков этой профессии. Их наградили почетными нагрудными знаками. Ведь от этих людей во многом зависит благополучие рязанцев. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». 1325 литров спиртного было изъято сотрудниками полиции в ходе рейдов по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Всего же в этот день было выявлено 7 нарушений. Подробности узнаете из сюжета Романа Дворецкого. На этой неделе рязанские полицейские проводили рейды по контролю за оборотом алкогольной продукции. Всего было выявлено 10 нарушений и изъято 270 литров спиртного. Особое внимание полицейские уделяли небольшим торговым точкам и кафе, в которых чаще всего грубо нарушают положение законодательства. В Рязани было выявлено 7 нарушений. Торговые точки, торгующие алкогольной продукцией с нарушениями, также выявлены в деревне Бычково, Клепяковского района. В большинстве случаев изъятая продукция спиртная с визуальными признаками контрафакта. В одном из кафе на улице Новикова при бою полицейские пресекли реализацию крепкого спиртного без оформленной для этого лицензии. Нарушители старались продавать контрафакт только постоянным клиентам, но полицейских эта уловка не смогла ввести в заблуждение. В ходе осмотра кафе сотрудники полиции изъяли 92 литра алкоголя. Также в одном из гаражей в железнодорожном районе Рязани полицейские выявили незаконную реализацию спиртного. Зафиксировав факт продажи, полицейские осмотрели представленный в гараже ассортимент алкогольной продукции с этикетками известных торговых марок и выявили, что все спиртное с признаками контрафакта. Было изъято 137 литров алкогольной продукции. Также полицейские получили информацию о том, что в одном из ресторанов, расположенных неподалеку от поста ДПС Дягилевский, торгуют спиртным сомнительного качества. Во время проверки выяснилось, что почти вся алкогольная продукция, представленная за стойкой ресторана, была маркирована акцизными марками с признаками подделки. Однако самый большой сюрприз ждал полицейских на заднем дворе ресторана. Там сотрудники полиции обнаружили под охраной двух собак на привязи более 30 коробок с водкой. Бутылки в коробках накрыты от дождя и снега полиэтиленовой пленкой. Также были с признаками контрафакта. Из придорожного развлекательного заведения полицейские изъяли 1132 литра спиртного. Образцы контрафактной продукции будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. И еще один материал от сотрудников полиции Наталья Новикова расскажет о том, как за неуплату штрафов за административные правонарушения рязанцы наказали в двойном размере. Сотрудники полиции в ходе охраны правопорядка на улицах городов и поселков Рязанской области регулярно выявляют правонарушения, связанные с распитием спиртного в неположенной обстановке, а также пресекают появление граждан в общественных местах в нетрезвом виде. За эти правонарушения предусмотрен штраф, но нередко нарушители не спешат его оплатить. Этим должникам в качестве наказания суд может определить штраф в двойном размере неоплаченного штрафа, административный арест или обязательные работы. Сегодня полицейские остановили на улице Рязани мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который, как выяснилось, оказался злостным неплательщиком административных штрафов. В ходе проведенной проверки по имеющимся базам данных УВД России у данного гражданина имеется 6 неоплаченных штрафов. Статья 20.25 Кодекса административного правонарушения предусматривает как административный штраф, так и административный арест. В целях недопущения нарушения необходимо своевременно оплачивать административный штраф. Инспекторы отдела Организации применения административного законодательства МВД России по Рязанской области составили на злостного неплательщика административный материал по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» и доставили нарушителя в суд. За это правонарушение Московский районный суд города Рязани определил должнику наказания в виде штрафа в двойном размере неуплаченных штрафов. При этом сами штрафы также необходимо будет оплатить. С 19 по 28 декабря в Рязани вот уже в 13 раз пройдет кинофестиваль «Окрайна». Традиционно все фильмы программы фестиваля имеют какое-либо отношение к рязанской земле, тематикой, местом съемок, происхождением создателей этих фильмов. В нашем городе состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Рязани кинофестиваля «Окрайна». О том, как пройдет фестиваль в этом году, журналистам рассказал его президент Александр Никитин. Вот уже более 10 лет «Окрайна» дарит рязанцам возможность ощутить на себе магию, посмотрев кино на большом экране с неизменным шуршанием кинопленки и живой музыкой к немым фильмам. В этом году фестиваль пройдет в 13 раз, как и всегда, предложив зрителю обширную программу с рязанским акцентом. Обязательные условия каждого фильма, чтобы попасть в программу, он должен быть так или иначе связан с рязанским краем через своих создателей, через тему съемок или через съемочные площадки, которые вот здесь были выбраны именно на нашей земле. Так вот, можно себе представить, что практически уже с рождения отечественного кинематографа рязанская тема в нем присутствовала. Традиционно организаторы постарались отдать дань памяти юбилярам 2015 года. К вековому юбилею Константина Симонова будет приурочен показ экранизации его работы «Во имя Родины». 145-летие Куприна отметят показом картины «Колдунья». Не обошли вниманием организаторы 120-летия Сергея Есенина. Его юбилей стал поводом к показу фильма «Пой песню поэт». Также будет показана «Хроника» и «Немое кино». Вход на все фильмы бесплатный. Каждый, кто приедет хотя бы на один сеанс, он не пожалеет. Не говоря же о том, что вход, естественно, свободный. Все эти пять лет мы не стараемся зарабатывать на зрителя. Да, собственно говоря, это и условия предоставления картин госфильмофондам. Это же все не с интернета скачано. Для того, чтобы каждый фильм был показан, нужно обзавестись разрешением от права обладателей. Значит, госфильмофонду платятся деньги. Все это приводится сюда только вот на эти дни показа. То есть возможность в любом случае экзотическая. Откроется фестиваль «Окраина» в кинотеатре октябрь 19 декабря. Одним из первых фильмов, показанных в ходе форума, станут знаменитые киевские фрески Сергея Параджанова. Закроет кинофестиваль 28 декабря «Легендарный гражданин Кейн». Показом этой картины организаторы отдадут дань уважения хранителю Госфильмфонда Владимиру Дмитриеву, ушедшему из жизни в 2013 году. Подробная программа фестиваля размещена на всех рязанских интернет-ресурсах. В преддверии новогодних праздников принято посещать всевозможные огоньки и елки со своими детьми. Неплохой альтернативой или вовсе дополнением к традиционным походам может стать посещение зоопарка. Уникальная коллекция редких видов экзотических животных сегодня представлена в Большом зоопарке «Энималспарк». Ирина Ковалева расскажет обо всем подробнее. Приближается Новый год и, если верить восточному календарю, пройдет он под покровительством огненной обезьяны. Большой зоопарк экзотических животных, который начал свою работу на втором этаже торгово-развлекательного центра «Круиз», в канун праздника дарит рязанцам уникальную возможность воочию увидеть покровителей грядущего года, причем самых разнообразных видов. Здесь и невероятно смышленый вид приматов лапундер, и занесенный в Красную книгу тамарины, и маленький, но невероятно общительный гиббон валик. По различным преданиям индийским, нужно Новый год встречать именно с тем животным, которое идет в грядущий год. Так что в следующий год нужно встречать, вот именно мы и приехали сюда, в Рязань, чтобы люди могли пообщаться с приматами и встретить Новый год именно с обезьянами. Общение с этими милыми и умными животными не только залог удачи в грядущем году, но и хорошего настроения в преддверии его прихода. Здесь вы сможете понаблюдать за их невероятно забавными повадками, погладить и узнать о них множество интереснейших фактов. Но, например, вряд ли вы знали, что в семье тамаринов за детенышами ухаживает отец. Мать рождает, грубо говоря, и уже на следующий день отец уже, они вот сидят на спине, то есть вот с ним они уже передвигаются, мать только лишь кормит лишнюю. Всего же в большом зоопарке Animals Park вы увидите более 60 видов экзотических животных. Помимо приматов, здесь можно познакомиться с редкими видами попугаев и рептилий, причем познакомиться довольно близко. Так, например, игуана Яша без общения просто жить не может. Он беспрепятственно передвигается по залу и прикрывает глаза от удовольствия, когда посетители его гладят. Желающие близко пообщаться со змеями вряд ли найдутся, но посмотреть на их причудливые окраски, узнать об реале обитания и других особенностях наверняка будет интересно и детям, и взрослым. Также здесь вас ждут крокодилы, различные виды пауков и даже вот такие симпатичные сумчатые летяги. Большой зоопарк экзотических животных Animals Park будет работать на втором этаже торгово-развлекательного центра Круиз до 17 января. Так что поспешите окунуться в мир экзотики. И это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Далее в эфире программа подробностей. Ну а программа «День города прощается» со зрителями. До завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok